Воспоминания креста Господня в Иерусалиме Мальтийский крест, очень тонкий, в ромбе, и звезда, как бы подсвечивающая этот крест. Я тут же сполыхнулся и говорю, остановитесь, крест на небе, крест. Ну, мои друзья, конечно, тоже взволновались так же, как и я, может быть, и больше. А таксист, знаете, остался совершенно равнодушен. Он остановил машину около театра на Таганке. Мы выскочили из машины, вышли на эту эстакаду и видели все этот крест. Подъехала милицейская машина, и, конечно, меня никто не мог спутать с художником или с творческой личностью. Все сразу же узнавали во мне служителей культа. Хотя я был в светском костюме, моя теща профессора, и она просила, чтобы я не ходил в то время в подрясниках и в рясах, опасаясь за свое служение институту. Вот, и они сразу же обратились ко мне, что это такое? У них было, во-первых, удивление, а во-вторых, мне так показалось, что некоторое и страхование, страхование, крест на небе. Вот я говорю, крест, крест. Ну вот мои двое друзей стали священниками, а мы, минут десять, разглядывая этот крест, уставший разглядывая это явление небесное, сели в машину и поехали дальше, в сторону севера, в ДНК. И мы увидели некое облако, ночь была, никакого рассвета не было, некое светящееся облако, уходившее в сторону севера, такого розоватого даже оттенка. Я, конечно, забыл, когда я дневник не составляю, не пишу, матушка все записывает в уме своем, в уме. Она мой сервер, сервер, память моя, да. Вот, но она тоже не запомнила этого числа. И когда мы приехали, ну это был совершенно определенный май, май, месяц. И когда мы приехали в Печоры, и я рассказал об этом о своем христианке, но он спросил, а в какой это день был? Я говорю, не помню, батюшка. Он говорит, ну, наверное, это было в день явления креста Господня в Иерусалиме. Празднуемое сегодня, сейчас. Поэтому я вспомнил об этом удивительном явлении креста. Креста на небе. Вы же не видели креста, нет? Вот так вот. Но это не говорит о каком-то достоинстве, недостоинстве. Вот так вот произошло и произошло. Ну, а сегодня мы празднуем с вами неделю о слепом. Так что я поздравляю всех с именинами. Мы и расслабленные, я поздравлял нас всех с именинами, и слепые, потому что разве кто из нас видел Господа, как Он есть? Конечно, нет. Мы слепые, слепые. И, к сожалению, священники мы, я отождествляю себя со всеми священниками, которые служат у нас, и в большинстве, наверное, у нас в большинстве священники не видят Бога и не видели Бога. Мы слепые, слепые. И ведем слепых. Дай Бог не угодить в яму. Вот единственная надежда на то, что мы передаем, ну вот я передаю опыт тех старцев, с которыми я имел имел общение, беседы. Они отвечали мне и нам на наши многочисленные вопросы. Я, можно сказать, делюсь ответами старцев на те вопросы, которые волнуют каждого из нас. И, в общем-то, я думаю, что спектр вопросов не слишком разнообразен. Он одинаков, потому что люди одинаковы по своей сущности. Стремятся к страстям, как я. Стремятся к удовлетворению этих страстей. Стремятся к святости, которую мы не достигаем. Но, к сожалению, сейчас такое время-то не очень удобное с одной стороны для спасения, а с другой стороны удобное. Потому что, если раньше требовалось от других людей, от христиан, подвигов каких-то, послушания, веригоношения, ограничения себя в пище, малый сон, спание на камне вместо подушки. Вот и многое другое, что творили праведники, явленные в нашей православной церкви, сейчас этого всего не требуется от нас. Сейчас требуется только покаяние. И сейчас требуется только молитва из сердца. Из сердца. Из сердца. Кто призовет имя Господне в последние времена, тот спасется. Но чтобы это было из сердца, когда мы призываем имя Господне. Нам нужно помнить, что без помощи Божьей мы ничто. Никто не сможет преодолеть в нашей жизни, в своей собственной жизни, ни одной малой страсти, зацепившей наше сердце. А если преодолеваем, то тут же превозносимся над своими знакомыми, над христианами, допустим, болеющими той же страстью, что и мы. И как бы мы освободились от этой страсти. Ничего подобного. Но даже если освободились, вот этот дух превозношения, дух тщеславия, он перечеркивает эту добродетель. Напрочь. А тогда, когда мы освобождаемся от страсти с помощью Божьей, и мы это чувствуем, если мы кричим Богу, вопием Богу, Моисей, проводивший израильский народ через червное, через Красное море, когда за ними, за израильским народом бросился фараон со всеми своими колесницами, вооружением и воинами, Моисей замыкал эту процессию израильского народа. Не описано в исходе, что думал при этом Моисей. Ну, можно себе представить по-человечески, да? Вот догоняет армия, вооруженная до зубов, прекрасно оснащенная, не только прекрасно оснащенная, но дисциплинированная армия. А израиль и израильтян, ну, что они там, они кирпичи изготавливали в Египте. Они только умели делать кирпичи для строительства домов и других сооружений. И больше ничего. Потому что это был народ в пленении в силу исторических обстоятельств, в силу божественного промысла, в пленении у египтян. Они не проходили воинской службы, у них не было офицеров, у них не было методик, у них не было ничего, чтобы их подготавливали к армейскому служению. Вот эта армия египтян мчалась и уже догоняла догоняла израильский народ. Что мог переживать Моисей? Он любил свой народ. Он любил до крови свой народ. Он готов был к тому, чтобы его имя сгладилось из книги «Жизнь». Лишь бы народ израильский был жив, спасен и благодетствовал. И в этот момент Господь обращается к нему. Что ты выпьешь ко мне? Что ты выпьешь ко мне? Чувствуете? Чем занимался Моисей в это время? Он вопил Бога. К Богу, чтобы Бог спас его любимый народ. Единокровный народ. И спас Господь. Все колесницы и все воинство погибло в пучине Красного моря. Вот так вот нам надо вопиять о нашей слепоте духовной, чтобы Господь нас помиловал. И Он очень легко это может сделать. Так же, как Иисус слепорожден. Обратите внимание, нигде в Евангелии не говорится о том, что Господь исцелил слепорожденного, кроме сегодняшнего евангельского чтения. Он исцелял слепых, хромых, убогих. Но слепорожденных Он первый раз исцелил, наложившую Ему бремя в бремя и на глаза и пославшую Его в Силаамскую купель, что значит посланный. Это не случайно. В Силаамскую купель. Посланный. А посланным был Сын Божий, Сын Человеческий, Господь Иисус Христос, Богом Отцом, для того, чтобы искупить первородный грех человеческий. И там Он прозрел. Вот любопытный вопрос задают Его ученики Христа. А кто согрешил? Я даже не понимаю этого вопроса. Потому что в Евангелии написано слепорожденный. Не написано, знали ли ученики. Скорее всего, не знали. Поэтому они задают этот вопрос. Можно было бы расценить этот вопрос, даже если бы они знали, что Он был слепорожденным. Как бы потрясенный и непонятно, что спрашивающие Господа. Но здесь, наверное, они не знали, что это был слепорожденный. Кто согрешил? Он или родители Его? Вот в этом вопросе заключен некий ответ, связанный с нашими болезнями и настроениями в нашей жизни. Кто согрешил? Он или родители Его? Дети часто болеют по грехам родителей. Поэтому родители старайтесь не грешить, чтобы этот грех не отражался в ваш или наш на детей наших. мы можем явиться причиной их болезни и их нестроений в жизни их. Ну и конечно когда человек приходит в сознательный возраст а церковь считает что грех сознательно человек творит с семилетнего возраста уже по грехам человеческим Господь может наказать человека. Но не надо воспринимать наказание как нечто такое что влияет адресательно на нашу душу что сковывает ее не дает дыхание нашей душе и нашей плоти. нет наказание это не месть наказание это не желание человека наказать наказание это исправление то есть Господь всегда наказывая нас желает нашего исправления это не выражение не любви тем более если мы говорим о Боге и о человеке это выражение бесконечной его любви не желающего чтобы кто-то из людей кто-то из нас не спас себя он всегда предоставляет эту возможность нам через все через благодеяние через скорби через болезни он всегда напоминает нам о себе о том что он есть путь и истина и жизнь и что к нему именно надо стремиться всей душой кто согрешил он или родители его Господь говорит нет не он не родители а для того чтобы явилась слава Божия для того чтобы вот этот дар Божий все увидели бы люди которые окружают сейчас нас слепого и меня Христа Господь брением помазал глаза и сказал иди умойся в купеле села он прозрел этот слепец который не видел этого света сотворенного Богом ни солнца ни луны никакого света ни мрачного света ни света такого яркого как сейчас светит солнце можете себе представить какое это великое дарование солнце увидели глаза его сердце его плоть его ощутила и не только а весь мир окружающий нас я знаю одного человека да и вы знаете его протеерей Борис Потапов вот он настоятелем является преображенского храма у него было минус 8 или минус 9 зрение ему сделали операцию и он стал видеть более чем на 100% он первое время так радовался тому что можно сказать он прозрел тому что он увидел все вокруг как видит человек не пораженные в зрении свое всю красоту этого мира не необъятность этого мира лицом к лицу к этому миру и он первое время очень радовался был удивлен был потрясен он даже уставал в каком-то смысле от информации которая проникала в его сердце в его ум через это зрение возвратившегося ему а слепорожденный не говорится о том сколько он был лет слепорожденный но во всяком случае находился в сознательном возрасте потому что его вызывали на собрание иудеев в Синодрион его вопрошали фарисеи как человека в совершеннолетии находящегося кто тебя исцелил и он говорил о том что родители его испугались страха радиоудейского потому что боялись что их отлучат от синагоги и он говорил что человек безусловно обладающий каким-то особым даром пророк скорее всего исцелил его а потом уже после этих мытаст человеческих а кстати говоря вот наш путь духовный он если хотите в этом Евангелии начертывается нам духовно мы слепые мы хотим познать Бога и вдруг если Господь исцеляет нас то готовьтесь к великим скорбям и нестроением в жизни в мире скорбны будете говорит Господь Иисус Христос но дерзайте я победил этот мир и все праведники все святые на этой земле испытывали вот эти нестроения этот узкий путь этот узкий путь страданий и гонений гонений за то что они исповедовали истину вот удивительно как так я все время недоумеваю атеисты гнали церковь за что за то что она проповедовала любовь к ближним почитание отца и матери за то что она проповедовала исполнять заповеди Божии которые благи благи вот это уже явление того что есть Бог и люди исполняющие его заповеди есть дьявол который борется с нами на каждом шагу нашей жизни так что други мои и другини мои готовьте свои души к искушениям если вы будете подвязаться во Христе так же как этот слепорожденный в короткое время он испытал на себе гонение унижение растоптание его личности и когда Ильяса его Христос и спросил веруешь ли ты Сына Божия единственный человек в мире заявивший о себе то что он есть Сын Божий никто ни Магомед ни Будда никто из основоположенных в религии не заявлял о себе что он Сын Божий а Господь говорил веруешь ли ты в Сына Божия слепой прозревший говорит а я не знаю его как мне узнать это я сказал Христос и тогда он поклонился ему и исповедовал его за Сына Божьего и за Сына Человеческого так вот если мы вдруг увидим Господа если прозреем глазами своими внутренними то мы также поклонимся Христу и прославим Его величие и царство над всем этим миром которым он правит как царь и Господь господствующий и который сотворил нас аминь господни ский господем Продолжение следует...